так всем привет это курс enterprise system development вначале я бы хотел рассказать вообще про что этот курс и из чего он будет состоять то есть это курс как по названию вообще у него на русском другое название там методологии разработки программного испечения параллельно у курса еще было я не знаю осталось сейчас иностранное название и изначально тоже часть материалов было требование разрабатывать на английском поэтому большая часть материалов на английском и желательно там вот отчеты которые нужно будет сдавать тоже использовать английский язык то есть это как бы часть часть смысла курса целом можно ознакомиться с материалами курса они выкладываются обновляются на ресурсе гитхаб то есть ссылка я ее пришлю там передам вашей старости вашему старости либо можете попробовать найти на гитхабе здесь есть ссылки на некоторые предыдущие записи лекций то есть в целом в курсе будет 6 лабораторных возможно я добавлю еще дополнительные нужно выполнять лабораторные в указанные сроки набирать вот тут что-то в духе баллов я ближайшее время сформирую сколько там нужно баллов на какую оценку получить то есть обычно я выделяю там где-то две или более недель на то чтобы выполнить лабораторную тут вот в зависимости от ее сложности там плюс там опоздание где-то плюс неделю можно получить меньшее количество баллов и еще дополнительные там всякие вот вещи ну здесь вот у меня написано что здесь в основном строятся различные диаграммы происходит описание приложения которое нужно будет сделать и непосредственно последний этап это сделать какой-то такой прототип что-то такое может быть не до конца рабочее но отдаленно похожее на что-то рабочее связанное с реализацией собственно того что вы описывали вот в предыдущих лабораторных дело в том что очень часто такое ну практически всегда и у меня в том числе бывает что есть задумка постепенно прорабатываешь это задумка немножко видоизменяется когда начинаешь это реализовывать то может быть вообще там хочется вообще все переделать чтобы вы это как бы попробовали вот данный курс и есть итак первое задание по первой лабораторной работе она вот у меня уже здесь сейчас покажу так то есть здесь в папочке можно посмотреть задания единственное что я их буду может быть пересматривать и те которые я еще не пересмотрел я вот так желтым выделил то есть вот первое уже готова то есть она изменяться не будет в первом задании посвящена на построению и дев диаграмм нужно будет описать вот с помощью вот этой нотации айдэв бизнес-процесс который будет выполнять ваше будущее приложение как нам будет его автоматизировать ну то есть на таком абстрактном уровне так здесь же есть ссылки где можно почитать что такое айдэв так почему-то не выделяется так если и качнуть так то есть краткое описание что это такое когда появилась можно подробно написано в википедии то есть это стандарт который достаточно старый появился где-то в 90-е годы я каждый год думаю оставлять его или не оставлять но он мне пока что встречается в некоторых организациях и российских и зарубежных поэтому именно вот у него есть несколько вариаций в нашем курсе тут именно айдэв 0 то есть вот именно про вот эту нотацию нужно будет здесь посмотреть и ее использовать то есть какой если очень кратко какой тут смысл что у вас есть какой-то бизнес процесс даже пока не обращая внимание на то там приложение вы будете делать или нет то есть просто у вас там есть ваша компания или там вы думаете про нужды какого-то заказчика он что-то делает и у него есть процесс и вот в самом таком абстрактном уровне здесь это называется а-0 у него так вот это лучше смотреть сверху указываются контролирующие какие-то вещи то есть там какие-то правила он должен выполнять ну там на примере более понятно будет есть какие-то входы есть какие-то выходы есть механизмы или по-другому ресурсы которые участвуют в выполнении этого бизнес процесса и естественно есть название функции плюс еще вот в предыдущие годы я как-то это особо не акцентировал в этом году прошу указать очень важно написать назначение и точка зрения потому что один и тот же бизнес процесс он с точки зрения какого-то там участника бизнес процесса либо другого участника бизнес процесса может отличаться там например с точки зрения какой-нибудь самой системы тоже может быть немножко по-другому выглядеть то есть это важно указать также здесь вот какие есть блоки стрелки но это лучше уже наверно смотреть просто брать из примера примеры в общем-то там же в папке я несколько поместил примеры вот предыдущих отчетов которые в общем-то нормально нормально выполняли вот эти все требования секундочку так скорее всего вот сюда их положил вот это response просто я по годам здесь сваливаю то есть сайдев двадцать первом году это был была третья лабораторка так то есть вот похоже отчет я хотел бы от вас каждого получите вот в этом году так секунду то есть по заданию нужно сделать айдев 0 диаграммки так минимальное требование это диаграмма а 0 самого верхнего уровня где просто один блок потом следующий уровень вот это не опечатка то есть первую самый главный глобальный уровень это а-0 потом а 0 и более декомпозированные и хотя бы два блока которые вот на уровне а 0 нужно их тоже декомпозировать и описать как бы а что в них происходит и вот пример здесь ну здесь вот например социальная сеть то есть делали такое простенькое приложение желательно вот тут было бы указать там с чьей точки зрения это социальная сеть рассматривается вот этот бизнес процесс но здесь вот например он с точки зрения наверное владельца этой социальной сети потому что здесь на вход подается какая-то пользовательская информация на выходе у нас там сообщения можно было бы уточнить там обмен сообщениями и именно там ну отправленные сообщения либо опубликованные всякие какие-то посты участники собственно кто это все обслуживает участвуют это администраторы пользователи и ну непосредственно там ресурсы то есть какие-то информационные там система здесь названа чем какими правилами все это регулируется это вот правила использования какие-то есть законодательные права которые должны соблюдаться и какие-то правила именно по валидации там что нельзя там дату рождения там вбить какую-нибудь картинку вставить ну то есть что-то такое должно быть конечно это самый уровень верхней а тире 0 затем происходит декомпозиция то есть я всегда проверяю и вас прошу проверить то есть входы вот выхода они должны совпадать то есть если у нас на самом верхнем уровне на вход подавалось юзер инфа то у нас и в а 0 на входе должно быть только юзер инфа больше ничего не может быть если нужно что-то еще то нужно и здесь тоже добавить причем это касается и названий то есть не может быть здесь админ а здесь администратор то есть это разработчиков будет ну или там кого-то кто будет пытаться разобраться как это работает просто с ума сойдут они то есть у нас сверху три стрелки вот с такими названиями и на уровне ниже тоже должно быть также ну потому что это вот как бы декомпозиция вот этого же блока то есть у нас что происходит дальше как мы распределяем этот процесс то есть у нас пользователь логиниться заполняет профиль в принципе ну не знаю он может его редактировать и отправляет сообщение или публикует посты ну то есть это как бы такой вот такой вот процесс в принципе там я не знаю можно было бы всякие вариации делать там что он может например там можно залогиница и там профиль не полностью заполнить там и там что-то например там например с неполностью заполненным профилем он там только сообщение может писать, например. То есть могли бы быть вариации, но на выходе все равно должны быть только сообщения и посты. И здесь промежуточные всякие стрелочки происходят, что авторизованный, что там информация передается. То есть также здесь есть у каждого этого блока те же правила сохраняются. То есть в логине участвуют пользователь и система. То есть пользователь логинится в нашей системе. Заполняет роль, заполняет профиль тоже, пользователь в системе. При отправке сообщения или поста, то есть здесь еще участвует админ. То есть здесь вот такая, я не знаю, можно, конечно, там подразумевать, что администратор там, например, какую-то автоматизированную проверку вводит. Ну то есть там, я не знаю, чтобы была какая-то автоматом премодерация, там, что, чтобы там, не знаю, какой-то обработка изображения или текста, чтобы там, не знаю, нецензурные слова, например, чтобы там как-то автоматом выкидывались, например. Вот. Но здесь вот указано, что как бы администратор тоже участвует. То есть, видимо, он как-то это все тоже должен одобрить согласно этой системе. И дальше нужно по заданию хотя бы два блока еще дальше разбить. То есть это вот A0. То есть следующая картинка – это вот A1. То есть вот этот блок логина. Опять должно быть соответствие стрелочек. То есть на вход user.info участвует юзер система. Вот у нас на входе тут user.info, снизу у нас только юзер и система. Из чего состоит у нас этот логин? То есть непосредственно из логина. И вот там какая-то авторизация происходит. То есть проверка вот этого логина пасворда в системе. Вообще как бы есть такое, верны ли они. То есть тут непосредственно, видимо, пользователей только вводят. А здесь уже пользователи системы. То есть вот как-то еще более подробно это расписано. И второй блок, который вот, наверное, A2 расписан. Да, A2. То есть он у нас здесь называется заполнение профиля. И вот тут расписали, из чего заполнение профиля состоит. То есть персональные данные, пользователь заполняет, загрузка фото, а вот сохранение профиля, это вот уже система участвует. То есть, ну, в принципе, не было бы ошибкой, если бы указать, что система и в загрузке фотографии как бы участвует. Все-таки он загружает. Ну, это как бы не критично. Так, и здесь еще даже расписан был третий блок. Отправка сообщений или поста. То есть здесь оно как бы все вместе идет, что написать сообщение, отправить сообщение или пост, отредактировать. То есть после отправки обязательно должно быть редактирование. То есть это как бы, наверное, не совсем корректно. Здесь можно было бы разветвить на два блока. Вот. Но как бы, ну, пускай так, я не знаю. И, собственно, вот сохранение этого сообщения или поста. Вот. И так, ветка А3.1, то есть можно посмотреть, это вот этот вот блок, еще был расписан, что здесь, так, write message post, write message post, открыть message post, write text media. то есть можно, то есть именно вот составление этого поста, а тут отправка, редактирование. Ну, тут вот, мне кажется, это вот немножко, может, не совсем корректный пример я показываю, что после отправки обязательно должно идти редактирование. Ну, не знаю, мне кажется, что так не должно быть, но, в принципе, так можно сделать. Может, есть какие-то причины на это. Вот. Ну, был еще вот расписан блок, этот А3.1. Вот. Собственно, все, что требуется в этой лабораторной работе. Также можно посмотреть, еще там, вы можете посмотреть другие примеры. там вот еще есть именно, которые IDF или лабораторная 3, она в 21-м году была. Более ранние годы там, возможно, они чуть менее корректные, потому что я стараюсь с каждым годом все более-более точно делать, там, описание и все такое. поэтому вот лучше смотрите 21-й год. Так. Соответственно, мне нужны от вас отчеты, отправлять их необходимо на мою электронную почту, которая указана, ну, вот здесь вот. И, ну, в принципе, в профиле здесь тоже она есть. Обязательно укажите там в названии письма, там, заголовок, там, группа, название предмета и номер лабораторный, чтобы мне как-то было проще сориентироваться. Так. И еще я хотел показать про выбор, собственно, темы приложения. Это лежит вот здесь вот, Enterprise Types. Лучше, наверное, Excel-ку открывать. PDF-ка как-то кривовато получается. из Excel-ки. Если раньше я требовал, чтобы это обязательно было какое-то там корпоративное приложение, то есть вот на вкладке компании и бизнес-процессы здесь вот как бы примеры, что там сеть отелей и вы там будете описывать бизнес-процесс сдача в аренду клиентов свободных комнат. То есть предполагается, что сделать построить диаграмму IDF0 бизнес-процесса сдачи комнат, там юзкейс-диаграммы для этого же бизнес-процесса или там будущего приложения, какие-то сценарии выделить, в BPMN этот процесс описать, классы выделить непосредственно для вот реализации и вот реализовать какое-то приложение автоматизирующее бронирование этих комнат, то в этом году я еще вот добавил листочек, это именно вот с моими пожеланиями, то есть какие приложения бы вот именно мне хотелось, просто есть у меня тоже нужда в некоторых приложениях и если вот вы как бы выберете одну из этих тем, то во-первых, ну я могу вам реально показать, потому что это реальные задачи и это приложение скорее всего ну как бы будет или мной или там еще кем-то дорабатываться, то есть могу как бы я буду как бы как заказчик могу повыступать, можете у меня там я в юзкейс вам скажу для чего мне это нужно, я старался это делать максимально как бы запросы максимально простые, то есть там и вам тоже рекомендую сильно там не не закладывать большой, делать много функционала, потому что ну там как бы сложно потом это будет реализовать, а просто диаграммки это уже как бы ну не совсем интересно, это конечно тоже полезно уметь рисовать диаграммы, но хотелось бы, чтобы был какой-то результат. Итак, тут вот у меня пока что пять штук, то есть первый это вот есть приложение Calendly, можете его посмотреть, это немножко вот связано с мессенджером и еще так, да, еще добавлю наверное строчку, в общем, хотелось бы немножко тоже вот автоматизировать процесс именно вот этого учебного, учебного предмета, то, что мне сейчас присылают отчеты на почту, я пишу ответ на почте, то есть хотелось бы бронировать некоторые там встречи, то есть чтобы там хотя бы пять минут, но была возможность у меня там задать вопросы по лабораторной устно или там у вас были возможность там буквально пять минут там забронировать и пообщаться, то есть есть такая вот штука как Calendly, то есть кто пользователь один он в календаре выставляет какие-то слоты для свободные для совещания и там пользователь два может из этих слотов там что-то выделить там сказать, что вот там пять минут вот там с шести сорока пяти до семи вот это подходит мне время, то есть приходит соответственно сообщение о том, что там ну первому пользователю когда у него бронируется слот приходит сообщение, что вот у вас забронировали и потом как бы ну люди встречаются в это время созваниваются там неважно как то есть это решает проблему что там то один не может то другой и плюс это происходит все в реальном времени то есть если например пять человек одновременно там пытаются забронировать слоты то как-то должна быть там какая-то блокировка там чтобы два человека не могли забронировать один слот то есть такая вот простая на первый взгляд штуковина но на самом деле как бы это реально существующий сервис и я думаю там у него есть аналоги то есть проблема такая актуальная также есть вот мессенджер то есть я вот видел есть прям руководство как на реакте сделать аналог клабхауса мне бы хотелось конечно больше там какой-то просто текстовый мессенджер вот именно простенький именно тоже вот чтобы его потом может быть интегрировать вот системой вот автоматизации вот этого обучения но это как бы уже такая хотелка то есть в принципе если кому-то интересно поделать мессенджер то welcome плюс да сразу еще скажу что я не ограничиваю в выборе платформы то есть можете использовать если вам нравится я вы используйте яву нравится там питон либо джаваскрипт пожалуйста то есть это абсолютно что вам удобно также у меня тут есть пара хотелок это по проработке доработке плагинов для редмайна как бы вот я в компании работаю одной там активно используется редмайн и там тоже есть вот несколько запросов первый это там используется плагин редмайн ресурс про него можно по ссылке почитать в нем нужно там штуковину ну то есть нужно будет посмотреть там в принципе код открытый нужно будет посмотреть и поправить чтобы вот в этом плагине при смене даты там задачи ее начало или конца в самом редмайне тоже это вот дата начала или конца задачи обновлялась то есть в принципе там больше разбираться чем писать то есть там буквально может будет несколько строк но это как бы язык руби то есть если кому-то интересно можете заняться я со своей стороны могу подробно там я предоставлю исходные дистрибутивы помогу там с установкой редмайна установкой плагина вот как бы если вдруг там несколько человек человек одну и ту же задачу сделать то тоже ничего страшного то есть такое можно и второе вторая хотелка это плагин timesheet то есть есть такая проблема что пользователи для того чтобы руководитель проекта мог оценивать сколько времени там на что тратится ему интересно чтобы пользователи как-то в системе отмечали сколько они там часов потратили на задачу определенную и плюс ему желательно ну чтобы кто-то там руководитель группы проверял что да окей я в курсе что ты потратил на эту задачу столько-то часов ну во-первых с точки зрения выявления проблем то есть вдруг там на задачу на которую планировали полчаса человек сидит над ней 4 часа то есть чтобы оперативно можно было может он совсем не то делает вмешаться ну и просто чтобы ну как бы была вот эта вот обратная связь быстрая чтобы менеджер проекта сразу увидел что окей как бы если уже вот полчаса ну 4 часа на эту задачу потратили то там вторую похожую задачу ну или там время сегодня уже там не осталось то есть у нас уже там меньше времени так и еще тут одно из направлений это вот разработка препроцессора прадиса я это такой если очень кратко это что-то в духе аналога симулинком от лаба если кто-то сталкивался то есть здесь вот есть ссылочка на видео там короткий примерчик который примерно иллюстрирует что в прадисе можно делать в настоящий момент это полностью десктопное приложение хотелось бы сделать для него веб-интерфейс который собственно реализует функционал то есть препроцессор это тот кусок где есть окошко накидываются из библиотеки там блоки там всякие например если это электрика моделируется то там сопротивление всякие конденсаторы они там вместе объединяются и потом вот как бы вот это все что мы накидали на страницу это все можно сохранить в какой-то файл пускай там даже текстовый можно особо не шифровать и снова при открытии в процессоре у нас тоже все блоки должны быть на тех же местах также соединены как бы там уже ну обязательно чтобы это было веб-приложение на чем на чем тоже будет реализовываться абсолютно не критично главное чтобы это было как бы ну в браузере то есть веб-приложении так ну как бы вот это вот мои хотелки но на самом деле конечно вы можете свои использовать примеры там свои может быть у вас есть тоже какие-то наработки что вы хотели сделать в рамках курса вы можете как бы доработать там или просто описать согласно вот заданиям так ну в принципе все видео я буду выкладывать на ютубе ссылки я в вашем старости передам так что все всем спасибо спасибо